Он говорит, что в обращении к Творцу нужно просить о чём-то великом, а не то, что там, как в примере, когда он просит хлеба, когда он находится в тюрьме, или человек, который умирающий, а он думает о маленькой ранке. То есть мы должны просить о духовном, обо всём. Да, но нет у человека, у него вкусов в духовном. Я могу просить о чём-то, что у меня есть какое-то понятие об этом. Я могу попросить, ну дай мне это, а если я никогда не пробовал что-то, а только читал об этом, только я не знаю, но из написанного я только знаю об этом. Как я могу просить так, чтобы было какое-то значение у меня этой просьбе? Всё равно нужно просить, даже если ты не уверен, что эта просьба правильная, что ты обращаешься к Творцу. И так это просто какая-то просьба, какой-то крик, как у ребёнка, который кричит, что часть его крика – это только для того, чтобы какое-то впечатление сделать. Всё равно нужно это. Но всё равно это не просьба из глубины сердца, да? Верно. Но так и зло лишма приходит к лишмам. Стоит, всё-таки стоит. Это не то, что ты стираешь, отрезаешь изначально своё обращение к Творцу и говоришь, что пока я по-настоящему не захочу, и пока я не взмолюсь, пока я не буду плакать из глубины сердца, и где-то моя глубина сердца, тогда я обращусь к Творцу. Нет. Это как в жизни. Начинают с малых вещей, испорченных, и так приближаются. Мы находимся в творении. То есть все действия, понятия, наши ощущения, нам нужно выстроить их, подготовить их, привести их в порядок. Хотя это делает и Творец, но мы должны в этом присутствовать. Поэтому не нужно просто так ждать. Не быть пассивными. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова